Все, кто связаны с детской практикой, должны четко понимать, что жизнь ребенка начинается с момента родов. Родовые травмы, анамнезы, подвывихи от ванта, травматические и стремительные роды, все надо спрашивать, все надо учитывать и все надо складывать в единую картинку. То есть первые дни, часы жизни ребенка, как он появился, где он провел, в отделении новорожденных, в палате интенсивной терапии, в реанимационном отделении, это крайне важно для последующего его здоровья. Располагаем руки симметрично, совершенно не дали, и просим у пациента начать разгибать голову, спекай потихоньку. У нее все очень симметрично, разгивайся. Так, вторая позиция, подождите, так, плавно надеваемся, сгибаем. Все достаточно, не то, что достаточно симметрично, а все очень симметрично. Ну, то, что мы сейчас имеем, мы имеем гармонично развитого ребенка абсолютно. Это диагностические методы. Это диагностические методы. Это не лечебные. Это диагностические методы. Мы, ну, они нам помогают определиться. И самое главное, они нам помогают синхронно отслеживать, как же будет динамика. Просонировав одну сторону, да, дав носовое дыхание, мы, конечно, смотрим, и мы, конечно, изменяем, и мы, на самом деле, ну, видели все по мастер-классу Алексея Егоровича, мы видим это чудо. Я когда сама впервые увидела у Юрия Алексеевича эти тесты, я, честно говоря, думаю, что это фокусы. Да. Но на самом деле, на самом деле, вот только вот, всем понятно, что организм единое целое. И вот с этим целым, вот с этим целым, там нет дверей. Вот вам нос, вот вам ухо, вот вам шея, и идите там, куда хотите. И вот, когда это все вместе складывается, и когда, ну, самое главное, идет понимание в случае ребенка от родителей, тогда это складывается, это складывается в гармонию здоровья. Сейчас я хочу представить, что на расположение головы души, когда она сидит на этом столе, да, мы увидели. Кстати, по нему успею, то, о чем мы говорили вчера на докладе Тиранок Алексеевич Дагилов, о котором мы говорили, да, и дополнительное исследование у нас было, в целом, что-то, да, было бы, ну, выглядело, стремился. Так же, когда он сейчас не сидит на столе, мы видим, что положение головы немножко под балдок вперед или выглядело, хотя он сидит достаточно ровно. Ну, и в задаче моего главного терапевта стояло создать такие условия для ребенка, для жизни у нее, чтобы она собственными мышцами поддерживала то положение, которое ей биологически выгодно и биологически оптимально. в отношении рода воздухоносных путей это означало как раз увеличить и создать максимальный объем для этих воздухоносных путей. И это, это, это можно достичь, собственно говоря, изменением вложения головы и шеи. Это простые способы и понятные, да, что мы своими мышцами отоглотки и носоглотки можем уменьшить и можем их увеличить. И мы помним, что в постоянном времени поддержания этого положения занимаются двигательные единицы формы, медиальной двигательной системы, которая мало зависит от нашего сознания, это просто одно из частей, а оно очень сильно зависит от тех аффилентных, других аффилентных входов, которые есть. Как человек сидит, на чем он стоит, и эти аффилентные входы наиболее биологически значимые и в этой технологии и используются. Один из них это, собственно говоря, место в области рта челюстей, это изменение положения мышц и натяжения кожи, и расположение нижней челюсти, таким образом, что увеличиваются эти мозгоносные люди. И эти рефлексы на шею также и на постановку туловищей конечности влияют. Второй значимый аффилентный вход – это стопы. Т.е. они нам не тот и другой, они в общем целом логически значимы как агрессии, то есть, куда мы вернем голову, как мы сожмем челюсть, и с той стороны реагирует вся половина туловища. Это понятная вещь, не требующая доказательства. Доказательства нужно попробовать сам, любой человек сделать, да, пусть и сюда у вас двигается целом и стопы. И стопы – это тот аффилентный вход, который позволяет нам удерживаться вертикально и в случае необходимости изменять положение тела, либо для движения бежать куда-то, либо просто изменять положение тела. Третья вещь, которая используется – это боли. Та аффилентация, все это аффилентное поле, которое есть у нас различными специфическими технологиями, связанными с изменением положения тела и воздействия на мышцы, это и происходит. Четвертое важное – это то, что делают ребенок и родители дома. И это значимое составляющее, которое… Спасибо, Даша, и спасибо вниманию еще раз. Это только они выполняют. Так, ну, мы сейчас посидим, я хочу посмотреть, как можно изменить положение ребенка и положение головы, изменив условия его сидения. Конкретный момент, да, много слов о аффилентном поле. Как же это конкретно? Конкретно это простые вещи. Можете сюда ставить? Да, и на нем еще. И на нем еще. Основные можно на нем. Это нам сейчас не важно. Я диагональную часть поставил вот в комментариях. Обратите внимание. Что появилось у нас? Кифоскограмматика у нас появился, да. Всего лишь на все. Наклонное положение здесь, да? И уход здесь. Я еще раз напомню о том, что Миронов, ортопед нашей областной больницы, принимал пациентов вместе со своей медсестрой, сидя на угловом таком длинновидном сидении. Простая вещь. Там уголоконатаза меняется, и изменяется подтверждение вертикальных клавишев. Ну, и исследования возьмут те доступные области, которые на одетом человеке может быть в 20 лет. Нормально. И, буквально, было здесь небольшая степень сидений и средств ранее. А для тех, кто не понимает, что человек сейчас появится в более жесткой полетности, да? Собственно, пока можно только со стороны спины это исследование, да? Потому что, через полную минуту, можно исследовать здесь чуть-чуть. Нормально. 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 То есть, это и так и тело движется. Мои пальцы здесь просто на теле находятся, как отметка. Как метка. Иногда на коже ставят метки. Ну, просто пальцы мы можем контролировать, куда что смещается кожа. Я хочу подчеркнуть согласованную работу мышц по длиннику. Нормально. 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 Мостая очевидная вещь. Исследование физического объекта. Вы представляете, пожалуйста. Физический объект надо исследовать физическими способами. Да? Механический объект надо исследовать механическими способами. Лилей там всегда. И в данном случае для нас является не просто миллиметр, а именно сам факт. Один ноль или один или смотай. Есть изменения, нет изменений. Собственно говоря, это комплектуга. Имеет значение, но вторичное. Правильная технология, консервативная ортопедия, или мануальная терапия, или какой-то другой, она может быть достаточно простой, и есть интересный. Какова степень функциональной асимметрии будет теперь для ребенка? Давайте мы начинаем. Теперь мы видим, что мышцы асимметрически работают с другой стороны, с другой стороны. Что это значит? Это значит, ее интер нейроны, идеальные двигательные системы, которые эти двигательные активности коммуницируют между собой. Теперь они равновероятно установлены. И, как говорится, при каком-то ситуации не будет заданного направления в другую сторону. Мы просили наклоняться вперед, она наклонялась в лед, и асимметрии не было. Когда мы просили наклоняться в лед, и возникала асимметрия, мы видели, что терминированное направление было в какую-то другую сторону. Одна мышца не расправлялась, не расправлялась, не выходила, не упомянулась в балансах. Существовала вот эта проблема. Мы видим, что изменения асрефлексы от положения нижней челюсти повлияли на движение шеи, туловища. Они повлияли на личности. И это мы достигли изменения филентного поля, используемого в артезе. Степень жесткости артеза влияет на это. И в плановом порядке мы увеличили степень жесткости. И допустим, что пациент должен привыкать. В ортопедине для использования ортезов ГАП, не Абре, МРС компания, нам не требуется влияние на зубы. Поэтому мы используем триортодатические ортезы ГАПа. То есть мы используем только то влияние их, которое оказывается на то лище. Нам для того, чтобы влиять на зубы, это проводится с консультацией врача-ортодонта. И соответственно, все пациенты, которым назначался ГАПа, даже более ортодонтическая, она назначается в совместности с консультацией врача-ортодонта. Я пока таким образом, хотя подчеркну, в мире проводится работа с тем, чтобы назначать эти ГАПы, эти ортопедические устройства врачами любых специальностей, которые просто научились иметь пользоваться. Но я еще раз подчеркну, это в мире ортопедические препараты.